добрый всем день добрые зрители доброго канала на ютюбе и это снова с вами мы волонтеры бездомных животных города ефремова твори добро марии натальям в данном ролике мы передадим приветы от жули уже всем полюбившиеся собаки и от лиса лисенка которого мы нашли в бетонном бункере хочу сказать огромное спасибо мариане за оказанную помощь за доверие за то что выслушала поняла и стала помогать нашему приюту и взяла кураторство попечительства жули мариана спасибо тебе огромное за жулю реалибитация насколько долго она продлится я не знаю но это достаточно большая для меня сумма это 6000 рублей в месяц спасибо тебе огромное и расскажу вам немного всем зрителям кто знает уже лиса кто может быть только увидит нашего лиса лис это собака с полевыми ранениями а мы нашли мужчину который рассказал историю лиса это было два с лишним года назад он встретил на повороте трассы щенков и начал их кормить потом этот рыжее чудо куда-то пропал и мужчина чисто случайно ему также другие щенки показали что собака нуждается в помощи он уже жил на тот момент в этом бетонном бункере мужчина понимал что собака что-то не то но за все два года он к нему ни разу не выполз то есть еду он привозил и кидал ему туда в бункер а что с ним он не понимал когда мне рассказали об этой собаке вы все видели в предыдущих роликах да я поехал незамедлительно мы спасали лиса рис прожил оказывается стать в таком состоянии две зимы две долгих зимы и мальчик ждал помощи помощи людей и почему-то когда я приехал к нему вы видели все что за какие-то считанные минуты мальчик вышел на мой голос и он наверное почувствовал что именно мы пришли к нему на помощь у лиса давно застаревшие раны травмы поэтому одну лапку ему пришлось срочно ампутировать за вторую лапку сейчас волонтеры гордо рязани борется шансы у него все есть чтобы восстановить у него чувствительности после того ему будут уже вставлять спицы потом поэтапно наверное будут уже собирать ему тазобедренный сустав ойт ну таз собирать таз то есть все операции будут проходить в несколько этапов но позвоночник трогать доктор сказал не будем потому что там уже осколочные пулевые они старые находится в таком отделе позвоночника что смысла там затрагивать его нету все кто переживал переживает судьбу лица жули хочу сказать вам огромное спасибо всем тем кто помог финансами добрыми теплыми словами люди спасибо вам большое спасибо что вы есть что мы не одни в этом мире только добро только только добро сможет победить зло давайте сделаем этот мир чище добрее я говорю вам большое человеческое спасибо искренне от души за помощь за сострадание за каждое ваше теплое слово она тоже поверьте в этой жизни играет не малую роль иногда нужные слова оказывают очень большую психологическую помощь давайте будем людьми и оставаться ими до конца нашей жизни давайте помогать пройти меньше меньшим ведь больше всего они нуждаются именно нас в людям и нашим с вами помощью большое спасибо вам всем спасибо за просмотр! 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 Продолжение следует...